Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 23 ноября и перед началом нашего обзора хотел напомнить, что акция по возврату спреда, предновогодняя акция, продолжается. Напоминаю, по правилам данной акции вы можете получить возврат спреда по выбранным вами инструментам, которые вы чаще всего торгуете. Период возврата спреда будет зависеть от суммы вашего пополнения. Он может составлять 10 дней, 20 дней, 30 дней или более. В период акции возвращается средний спред по выбранным инструментам. Такие инструменты, как DAX30, к примеру, торгуются большую часть времени с фиксированным спредом, поэтому фактически у вас есть возможность торговать без каких-либо издержек по выбранному инструменту. Ссылка на регистрацию, на более подробное описание будет под описанием к этому видео. Ну а мы с вами перейдем уже к обзору и посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла преодолеть максимальное значение, которое мы видели 21 ноября, закрепились за этим уровнем и перешли вновь в фазу роста. Ближайшие цели на сегодня – это удержаться выше максимальное значение, которое мы видели вчера в области 1.1827 и далее пойти уже на 1.1860 и далее на 1.20. Возврат к продажам, а значит и продолжение нисходящего тренда, будет в том случае, если мы увидим евро-доллар ниже отметки 1.1732, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пара британский фунт, американский доллар, также пока продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться выше максимальное значение, которое мы видели вчера в области 1.3329 и далее уже пойти на 1.35. Возврат к продажам по данному инструменту будет в том случае, если мы увидим британский фунт ниже минимальных значений, которые мы видели 21-22 ноября в области 1.3212. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое снижение. Сегодня торгуемся вблизи минимальных значений, которые мы видели вчера, и ближайшая цель – уйти ниже данных уровней, то есть закрепиться ниже отметки 1.1113. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.1250. Пара американский доллар, канадский доллар возобновила свое нисходящее движение. Вчера мы закрепились ниже минимальных значений 21 ноября, и тенденция нисходящая вновь становится актуальна. Ближайшие цели на сегодня – это преодоление минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2693 и далее на 1.2650. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим пару американский доллар, канадский доллар выше отметки 1.2787. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели на сегодня – это уйти выше отметки 1.7626, ну и далее уже пойти на 1.7730. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.7553. Пара еврофунт пока продолжает свое нисходящее движение, но сегодня с утра мы видим торговлю вблизи максимальных значений вчерашней торговой сессии, отметка 1.8891. Если все-таки еврофунт удастся закрепиться за этим уровнем, то тогда уже вероятен возвращение к сценарию восходящего движения по данной паре. Ну а пока тенденция нисходящая остается в приоритете. Ближайшая цель на сегодня – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.8853. Золото вчера преодолело максимальные значения 21 ноября. Мы вновь перешли в фазу роста по данному активу и ближайшие цели – это закрепиться выше отметки 1.294 доллара за тройскую унцию, ну и далее пойти уже на 1.304. Возврат к продажу может быть рассмотрен после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.279 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Цель – это закрепиться выше отметки 1.6353, максимум, который был зафиксирован вчера, ну и далее уже пойти на 1.6470. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.6270. По индексу DAX вчера мы видели обновление вновь минимальных значений от 21 ноября. Вновь перешли в фазу снижения. Коррекция, нисходящая по индексу DAX на текущий момент, продолжается. Ближайшая цель – это закрепиться ниже минимальных значений в области 12.961, далее пойти на 12.845. Ну а возврат к покупкам, а значит и продолжение основного восходящего тренда, будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 21 и 20 ноября в области 13.195. Ну и биткоин пока находится в фазе роста. Вчера мы видели, что инструмент не мог преодолеть максимальные значения, не смог обновить вновь исторические максимумы и также пока не смог обновить минимумы. Период затишья сейчас по данному инструменту наблюдается. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного движения по данному инструменту мы будем рассматривать после преодоления уровня 8000 долларов за 1 биткоин и закрепление за данной областью. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, если вам понравилось это видео, если оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы всегда оставляйте под комментарием к этому видео. Ну а ссылка на акцию по возврату спреда будет добавлена также в комментариях. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и до свидания.